Угадайте, кто из них Джаред? Всего за несколько месяцев учебы в хоккейной школе Магнитогорского Металлурга воспитанник Вэллс почти догнал своих сверстников в скорости катания на льду. А год назад в Сан-Франциско. Он был едва ли не самым гадким утенком на фоне уральских лебедей. Устал, нет, Джаред? Чуть-чуть. Чуть-чуть? Да. Какие ты русские слова уже выучил здесь, а? Самые главные? Немного русских. Я говорю немного русских. С папой разговариваешь по телефону часто? По телефону? Не каждый день. Другой. Это весь словарный запас, да? Да нет, почему. Говорит уже, знает много слов, уже говорит. Вы с ним на каком языке общаетесь? На разных, на русском, на английском. Джерри, какая команда тебе больше всего нравится в канадском хоккее, в НХЛ? Металлург. Металлург? Да. А в Канаде? Я не знаю. Я люблю Лерионов. Наш клуб тоже уже занимается селекцией, мы отбираем игроков тоже по области. У нас играют вот сейчас с Челябинска, двое, со Златоуста, с Миаса играют ребята. Мы создаем для родителей и детей определенные условия, значит, и поддерживаем их финансово. Так, как вот эту когорту звезд вписывается наш американский друг Джерри? Конечно, когда первоначально состоялась встреча с папой здесь, по приезду его в клуб, Валерий Викторович, значит, обратил внимание Джерри на очень слабую физическую подготовку. Это подъезд, в котором живет Джерри со своими временными родителями. Не нужно обладать богатым воображением, чтобы понять, с чем сравнил юный американец эти наскальные надписи подъездных трущоб. Латинские, негритянские кварталы, район Гарлема, Нью-Йорки. Картаев хотел даже на свои деньги побелить подъезд, когда делал ремонт в своей квартире. Перед приездом Джерри, но не успел. Валерий Викторович, вообще это вот ответственно носить фамилию Картаев, нет? Ну, с одной стороны, да. Фамилия супер хоккейная, да? Да, хоккейная фамилия. Вот сейчас стараемся продолжать, поддерживать. Начатай отцом, дядей. Сейчас он главный тренер в Челябинском тракторе. Семь лет, значит, мы их набираем и начинаем вести до семнадцати лет. То есть, десять лет работы, это практически каждый день мы вместе, с утра до вечера. Понятно. Слушай, если вот, допустим, Джерри в команде Сан-ХС Шарфс появится в основе, и там будет написано, воспитал русский тренер Картаев. Ну, хотелось бы, чтобы он там играл. Очень хотелось бы, потому что этого хочет и папа его. В день съемок Джерри потерял утреннюю практику. Так уже называют в семье Картаевых тренировку. Что поделаешь, американское влияние на лексику. А вот парень из Латауста на съемку махнул рукой и укатил в ледовый. Так что семья не в полном составе. Зато учительница из Сан-Франциской школы получила благодаря нам на несколько заданий, выполненных больше в этот день. А у дочери Картаевых появилась возможность помучить американца на 10 минут дольше, чем в обычные дни. Так ты в школу не ходишь, да? Ты счастливчик, получается, да? Да, я хочу в школу, потому что я очень хочу учить русский. И говорить по-русски. Я знал нос, глаза, волосы, голова, горло, зубы. У него же русский упрямый вихор, да? Ты вообще упрямый человек, нет? Не понимаешь, да? Я понял. Но... А подраться любишь? Нет. Я вчера на льду видел, ты дрался. Дрался-то. Я чуть-чуть был. Не скроем, это мы попросили Джереда покататься на роликах во дворе. Но затем он попросил нас отвезти его в Ледовый дворец на тренировку. Каково было наше изумление, когда он сел в машину, не снимая коньков, но показал нам предусмотрительно взятый с собой мешочек для второй обуви. Time is money, подумалось нам. Время – деньги. Ну что ж, американец не только в Африке, он и в Магнитогорске американец. У нас имеет возможность дети заниматься, а богатенькие американцы за час тренировки должны платить 15 долларов. Это только за лед. Мало того, они должны в месяц платить еще тренеру энную сумму. И практически тысячу долларов стоит покупка всей полной амуниции для ребенка-хотеиста. И поэтому не каждый может себе позволить. И вообще-то хоккей в Америке считается хоккеем для богатых. Он что, рассчитал все и решил, что здесь выгоднее готовиться ему ребенку, да, Джерри? Тогда еще немножко на год назад, в прошлом году, в прошлом году Джерри полный сезон провел в Ванкувере, в Канаде. Он играл за профессиональную тоже детскую команду, за профессиональную. Это Ванкувер, Ванкуверские Орлы. Значит, мы с… Ванкувер Иглз, да? Да, Ванкувер Иглз. Мы с этой командой играли два раза. Мы играли в Сан-Франциско. В круговой турнир выиграли очень крупно. И в полуфинале мы с ними играли. Но, опять же, вот эта вся тренировочная база, тренировочный процесс все-таки сказывается на подготовке детей. У нас детям больше удается льда и времени. Продолжение следует...